Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как предстать, испытывать стеснение при знакомстве с понравившимися людьми? Тяжело завести друзей, если осознаюсь, что мне человек нравится, начинает зажиматься, ради которого у нас много общего. Могу заранее придумать, как завести разговор, но при встрече краснее не могу начать общение первое. Тяжело в одиночестве и очень нуждаюсь в ваших советах. Светлана, во-первых, советы психологи не дают. Это первое, на что нужно обратить внимание. Это было бы нарушением профессиональной этики, поэтому совет мы вам дать не сможем. Это первое. Я предлагаю вам здесь отталкиваться от следующего. Я предлагаю вам здесь отталкиваться от того, что, по вашему опыту, у вас есть две основные проблемы. Первое, это то, что вы смешиваете симпатию к людям и свои желания. То есть, то, чем вам, человек, нравится, это ваше желание. Быть может, это то, как вы видите себя. Быть может, это то, к чему вы стремитесь. Быть может, это то, чего вы хотите. Быть может, это ваши мечты. То есть, возникает вот такая история от того, что в человеке, сталкиваясь с тем, что вам хочется, сталкиваясь с тем, что вам нравится, а вы, естественно, это отталкиваете, вот и отсыливаете все ваши реакции. Это отсылает нас к второй проблеме, к проблеме одиночества. То есть, это тяжело в одиночестве, пишите вы, а это не принятие в себе. То есть, вот все то, что вы называете симпатией, а все это, вы себя торгаете. Оторгаете саму себя. Вот. Поэтому первое, на что, здесь нужно обратить внимание, на мой взгляд, это значит, детализировать, раскрыть элемент связанный с симпатией. То есть, ну, что такое ваша симпатия. человеку. Из чего она состоит. Вот. Что она собой представляет. И, где здесь вы? ну, в этой симпатии. Ну, в этой симпатии. Это первое. И второе, конечно, это возможность увидеть для себя то, что вы в себе не принимаете. Вот. Такая вот история. то есть, нужно увидеть то, что вы в себе не принимаете, и научиться это принимать. В этом вам, в общем и целом, поможет как раз таки психолог. Вот. Такая вот история. чувство стыда, которое вы испытываете, может являться следствием подавленных эмоций. например, злости. Например, протеста. Например, протеста. еще ну, еще каких-то чувств. Вот. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, работать здесь, нужно именно в этих направлениях. Когда вы будете понимать лучше себя, когда вы будете лучше понимать то, что вы хотите, ситуация будет гораздо лучше для вас. Ситуация будет гораздо интереснее для вас. И вам не так сложно и не так тяжело будет общаться с людьми, потому что вы не будете испытывать феномен сверх мотивации, который у вас есть сейчас. Вот. То есть, стеснение – это сверх мотивация. Когда от общения с понравившимся человеком слишком многое зависит. Например, зависит ваша ценность, или зависит реализация ваших интересов, или что-то еще. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.